Дорогие друзья, добрый вечер! С вами Дмитрий Роза, школа морского пейзажа и сегодня мы рисуем медовую негу. Поздравляю всех женщин с наступающим праздником 8 марта, с самыми добрыми, искренними и наилучшими пожеланиями. Итак, Владимир у нас сегодня за чатом, за видеопультом Иван и мы в принципе готовы. Ну что, как обычно, материалы, холсты, разбавители, картинки, краски. Да, кстати, когда снимал и выкладывал ВКонтакт про фотографию, сказали, что не соответствует. Так вот, несчастный принтер долго мучился, с ней распечатал как есть, а мы будем писать исходя из того, что было изначально на экране монитора. Владимир, у слова. Друзья, да, добрый вечер, присоединяюсь к поздравлениям. У нас припасено очень много сюрпризов сегодня, так что обо всем поподробнее мы чуть попозже расскажем. Надеемся, что это не будет сильно отвлекать наши сюрпризы от написания картины, но они вам точно понравятся, сразу же говорю. И кроме этого, у нас сегодня запланировано два подведения итогов двух конкурсов, по репостам, поэтому они будут у нас в конце, но победитель точно будет определен сегодня. И даже несколько будет, четыре целых победителя по двум конкурсам. Поэтому, друзья, сегодня будет плодотворный, творческий и мы уверены, что замечательный вечер. Оставайтесь с нами до конца, вдруг кому-то из вас повезет. Итак, для тех, кто первый раз, потому что кто уже не первый, в принципе, знает краски, кисточки и материалы, а вот для тех, кто не первый, я сейчас расскажу. Итак, главная растушевочная кисть, это большая щетина. Малая растушевочная щетина для всяких нюансов, облачков, пены там, ну по-разному бывает. Основная рабочая кисть, вот эта вот синтетика плоская. Ей мы размешиваем краски, ей же мы их на холст выкладываем, рисуем, то есть 90 процентов работы выполняется этой кистью. Кисть лайнер для тонких линий, для веревочек и для света, для нюансов. Ну и на всякий случай сегодня взял, добавил парочку таких вот кистей, одна кругленькая маленькая и одна плоская маленькая. Вдруг там в корабле что-то пригодится сделать. Так что, это по кисточкам. Убираем. И теперь краски. Берила титановые, кадмий желтый светлый, кадмий оранжевый, краплак розовый прочный, голубая FC, зеленая FC, индиго, умбра ленинградская натуральная и английская красная. Разбавитель тройник. Все краски, за исключением белил титановых мастер-класс, белила титановые ладога, все это петербургский завод красок. Палитра сложившаяся, устоявшаяся уже очень давно. Все, кто с нами уже не первый раз об этом знают. Как обычно, начинаем с разметки. Делаем разметку. Ну, здесь она у нас не большая, будет нам просто определить точку солнца и от нее практически все будет, ну и линию горизонта намекнем, от нее все будет начинаться. Что касается вопроса, Владимир будет внимательно следить за чатом и будем поступать таким образом. Рисую, 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 вопросы копятся, копятся, копятся. Потом делаем блочок с вопросами, отвечаем на них и продолжаем писать дальше, чтобы разбивать как раз таки написание картины и ответы на вопросы для дальнейшего комфортного просмотра видео, когда подрезка делается. Итак, начинаем с разметки. Разметка стандартна, синтетика, разбавитель и чуть-чуть розовой краски. Жидкая розовая водичка. Делим картинку на три части. Сразу по поводу цветов на распечатке. Принтер действительно не взял те цвета, которые на мониторе были, поэтому будем менять. Итак, на три части поделили, проверились, чтобы третьи соответствовали. Если посмотреть, уже видно, что линия горизонта выше одной трети. Делим картинку на три части по горизонтали. Это для того, чтобы определить точку Солнца. Обязательно проверяемся, чтобы третьи у нас были равные. Это у нас, в принципе, третья. И, соответственно, я всю картинку расчерчивать не буду. Вот где-то граница у нас. И спокойно можно найти точку Солнышка. Все остальное уже по верху. Итак, на три части поделили, проверились, чтобы третьи соответствовали. Если не соответствует, выравниваем. Чем больше у нас рисунок будет уходить, изначально конструктивный, от оригинала, тем сложнее нам будет справиться потом. Поэтому к рисунку всегда относитесь внимательно, по крайней мере, чтобы в рисунке все основные предметы были в своих масштабах и в своих местах. Вот у нас треть, а солнышко, получается, где-то вот в этой точке будет. И, соответственно, сейчас границу горизонта покажу. Вот высота Солнца, чуть ниже ее взял. И расставлю себе меточки, которые позволят показать горизонтальный горизонт. Расставлять можно сколько угодно, хоть вдоль кисточки прочертить. То есть, вот у нас граница горизонта. И такой важный момент, касаемый света в воздухе. Мы, по сути, это небо рисуем, создавая как раз таки свет в воздухе. Вот оно, солнышко. Отсюда все начинается. А дальше цвета будут лежать градиентом. Я нарисую вот такую вот вертикальную линию и горизонтальный прицел такой у нас, мишень. И, соответственно, если вы внимательно посмотрите на картину, увидите, что ореол цветов существует у нас. Так вот, сколько мы цвета положили в эту сторону, ровно такое же количество зеркально отображенное должно уходить в это. Тогда будет ощущение движения света и затухания его в небе сквозь чистый воздух. Если же эти линии сделать неравномерно относительно друг друга, уменьшить или еще что-то, то в воздухе появится ощущение уплотнения марьева и получится картина с другим смысловым значением. Вот к этому моменту относимся внимательно всегда. И, соответственно, следующий там цвет у нас вот пойдет. Следующий. Дальше. С этой стороны уже получается что-то повторяться не будет. То есть затухание будет наступать, цвета в эту сторону. Лодку мы сейчас даже показывать не будем. Она у нас полностью появится потом. То же самое касается облаков и света на воде. Сейчас нас это не интересует. Главная задача разлить свет по картине. Вот этим мы сейчас и будем заниматься. Распечатка, как я уже говорил, немножечко в других оттенках. Она больше синит у нас. Синит и таким холодноватым, немножко розоватым светом выступает. А та картинка, которая получается у нас на мониторах, она более теплая, более фиолетовые оттеночки в ней, как бы и такие желтые, очень медовые цвета. Так вот, мы цвета будем менять. Итак, начинаем. Белила. Желтый, яркий желтый. И добавляем в него умбру. На первый взгляд вот такой страшный цвет. Где солнышко, практически вот эта вот яркость цвета у нас ложится. Консистенция краски. Вот что я не объяснил. Но к этому, что касается растушевок. Если неправильная консистенция краски у вас, то есть она или очень густая, или очень жидкая, растушевки могут не получиться правильно. То есть останутся четкие зафиксированные линии. И это одинаково с густыми красками может произойти и с очень жидкими. То есть консистенция краски должна быть средняя между жидкостью разбавителя и консистенцией краски из тюбика. Жиденькая сметанка. Добавляю в этот цвет оранжевый. Хорошенечко размешиваем краску. На кисточке стараемся, чтобы других красок не оставалось. То есть максимально вымесить. Каждый следующий цвет относительно предыдущего должен быть чуть-чуть темнее. Не сильно темнее, а чуть-чуть, чтобы они... Видите, я второй цвет положил, чуть-чуть потянул, и они легко между собой соединились. И все нормально. Еще чуть больше оранжевого добавлю в этот цвет. Капельку умбры, капельку, капельку. Вот здесь без умбры не обойтись. Именно вот это состояние мягкости света в картине и в то же время его такой золотистости, это заслуга умбры в чистом виде. Она убирает с цветов лишнюю яркость и дает возможность вот этому состоянию медовости проявиться. Закрашиваем. Стараемся подбирать цвет очень осторожно. То есть, смотрите, я положил, он немножечко только отличается от предыдущего. В нем нет вот такой вот сильного контрастного отличия от предыдущего цвета. И, соответственно, каждый следующий постепенно будет видоизменяться. Не сразу резко. То есть, чем резче вы будете один цвет к другому подбирать, тем может быть хуже. Добавляю немножко английской красной. Ой, английской красной, краплак розовый. Чуть-чуть добавил. И вот эти вот места немножечко. Немножечко. И можно, допустим, взять большую кисточку. И кисть строго перпендикулярно холсту. И двигаюсь вдоль линии соединения цветов. Чтобы получился вот такой вот идеально мягкий ореол. Так, побольше белил. Сейчас будем подбирать цвет. Это, наверное, самый такой момент. Интересно. Розовая. И обязательно английская красная. Здесь нужно правильно тональность подобрать. То есть, краска не должна быть очень темная. Чуть-чуть умбры. Чуть-чуть. Хорошо все это перемешиваю. И капельку-капельку зеленого добавляю. Потом желтого. Такой сложный на самом деле серый цвет будет. Серый с оттенком фиолетового, красного. Самое главное, чтобы он не был светлее. А у меня немножко светлее получается. Чем предыдущие цвета. То есть, тонально мы должны добиться вот такой же темности. Даже чуть больше, чем у нас предыдущие было. Увеличиваю количество умбры. Вот так вот. И еще желтенького с оранжевым хочется в этот цвет добавить немножко. И вот это вот место все закрашиваю. Воду пока что трогать не будем. И красим по форме. То есть, вот все движения кисти повторяют форму. Покрасили. Снова большая щетина. И мягко-мягко вдоль границы соединения. Смотрите, солнце уже начинает светиться потихонечку. Кисть всегда только вот вдоль. Чуть-чуть краплак. Чуть-чуть зеленая. Чуть-чуть. Краски у меня достаточно много здесь. Было смешано этой. Поэтому я прям в нее добавляю и не делаю новые смешения. Чуть-чуть и оранжевые обязательно. Немножко. Он немного темнее, чем предыдущий. Везде, где на картине у меня вот здесь на референсе синева, я ее буду менять на сиреневу большую. Вдоль границы снова растушевка. Краплак. Зеленая. Синий практически не пользуемся. Для создания фиолетовых оттенков в данной ситуации будем пользоваться зеленой. Потому что зеленая очень спокойно относится к желтой, которую мы сюда добавляем. Нет зеленности, но есть золотистость. Вот в чем, наверное, огромная разница между синим и зеленым в добавках. Так, чуть-чуть темноват. Я его капельку-капельку светлей сделаю тоном. И этот цвет у нас вот сюда. То есть занимает полностью вот это вот положение. И еще, наверное, один очень важный момент. То, что мы делаем сейчас, это подборка общего состояния цвета. То есть совсем не факт, что у нас по завершению, когда мы закрасим весь белый холст, оно останется именно таким. Вполне возможно, что что-то нам придется поменять. Потому что далеко не всегда мы сразу можем угадать правильную последовательность оттенков цвета. То есть всегда будьте готовы к тому, что начало картины в цвете, это на самом деле не начало, а предначало. Большая кисть и растушевка. Кисть всегда строго перпендикулярна холсту. Всегда двигаемся сначала вдоль линии соединения цветов. Ни в коем случае поперек не работаем. Вот так вот. Практически 90% начинающих растушевка не получается. Он растушевывает, вращая кисть вокруг оси. Вот так вот, растушевывая вот так. Нет, кисть поставили к холсту. И желательно, вообще не отрывая ее от холста, полностью завершить весь вот этот участок растушевок. Смотрите, такой эффект был. Пока темный не положили, этот темным воспринимался. Добавили более темный тон насыщенный. Этот посветлел на его фоне сразу. То есть картина постоянно видоизменяется с добавлением каждого нового оттенка краски. Почему я и сказал, что иногда бывает так, что мы закрасили, а потом понимаем, ага, а вот здесь не хватает. Поэтому на первом этапе ни в коем случае не относиться серьезно к тому, что происходит на холсте. Очень быстро стараться закрашивать холст. И не переживать по поводу, что оттенок не пошел. Пока не закрасили холст, еще непонятно, что получается. Поэтому побольше розового теперь. И зеленый овцы. Серый фиолет. Опять-таки, следим за тональностью. Ни в коем случае не светлее предыдущего. Чуть больше краплак, чуть больше... Вот это точно потемнее. Консистенция краски. Обязательно. То есть успешная растушевка. Это правильная консистенция. Чуть больше сюда выведу. И снова. Допустим, если кисть у вас оставляет следы в краске, вот эта вот щетина, это всегда говорит о том, что у вас густота краски большая. Если краска не соединяется между собой, остаются следы от щетинок. Это как раз-таки из-за неправильной консистенции красок. Я сейчас немножко даже вот эту сиреневу вот сюда ближе стягиваю к свету. И вот этот кусочек мягко-мягко взбиваю. А вот теперь, наверное, мы добавляю количество белил. Белила дают объем краски. Белила это не цвет, это не свет. Белила это возможность изменить тональность. То есть сделать краску светлей, чем она есть. Благодаря белилам такое ограниченное количество цветов на палитре. То есть нет необходимости в промежуточных цветах каких-то дополнительных, потому что белила как раз-таки позволяют их создавать своим наличием. Обязательно сейчас Умбра добавлю немножко, более серый цвет сделаю. Мы еще такой момент, наверное, важный считаем, что чем у нас чище цвета, тем круче у нас на картине. Нет. Основная часть цветов должна быть более серая. А только какие-то отдельные моменты должны быть открытым цветом построены. Иначе никогда у нас не выделится центр композиционный. И этот цвет вдоль. На его фоне красный по-другому заиграл немножко предыдущий. То есть добавление каждого цвета заставляет другие цвета звучать по-новому. Ну и легенькая растушевка опять-таки. Темнее делают он еще на шаг. Чуть-чуть английской красной. Хорошо всегда перемешиваю краску, чтобы в кисточке не было ничего лишнего по цвету. Более темный. А в самый краешек можно будет немножко все-таки синевы добавить. Но именно в самый край. Чем больше будет синевы, тем меньше в картине будет вот этой самой медовости. То есть медовость это практически состояние заката. Солнце в Марьеве в таком теплом тоне. И соответственно голубого в этот момент практически не видно. И если его сделать много, будет другое впечатление. Как у нас там с вопросами, Владимир, набираются? Давайте я сейчас небо закрашу, растушевку сделаю и после этого вопросы. Зеленый, розовый. Английская, красная. И после нее немножко синевы. Как последнее. Такой вот цвет. И соответственно сюда в уголочек мы его тоже добавим. И самый угол синяя индиго и английская красная. Темнее и более серый тон. После этого растушевка. И сейчас я немножечко на расстояние специально отодвинулся, для того чтобы посмотреть, как у меня градиент сложился. Вблизи иногда кажется все идеально. А на расстоянии отходишь и понимаешь, ага, вот здесь вот яркость чрезмерная получилась. Здесь не хватает. И тому подобное. И немного вот этой синевы, которая у меня слева. Я ее вытягиваю сюда ближе к солнцу. Здесь у нас дымка. Я вот эту дымку сейчас сразу прям этой кисточкой запачкал ее предварительно в том цвете. И добавлю немножко. Смешивали серые оттенки. А получилось на самом деле, да, мы все равно продолжаем видеть ярко практически каждый цвет. Воспринимаем и желтый, и оранжевый, и розовый, и сиреневый, и синие оттенки. Так что не бойтесь серых цветов. Смешивания серых. Потому что как раз таки на фоне серых открывается яркость. Ну и серые вовсе не такие серые, как нам иногда кажется. Вопросы? Да, есть несколько вопросов. Я их задам. На те, которые я не смог ответить. Дмитрий, я новичок. Можно ли на референсе обозначить цвета от солнца вверх? Дмитрий от солнца сделал полукруги, объясняя, где начинается цвет. Я не поняла, какие цвета он выделил. А давайте на референс. И давайте на палитру переключимся на минутку. Посмотрите, последовательность цветов на палитре. Белый, желтый, оранжевый, розовый, синий. Теперь на референс. Белый, желтый, оранжевый, розовый, сиреневый, синий. Вот она, в принципе, последовательность цветов света. А дальше вопрос их оттенка и тона. То есть насколько они темные в тоне, допустим. Вот цвет света у нас. Вот он на палитре темный, на белом. И так ярко он выглядит здесь. То есть свет это не светлость. Свет это яркость цвета. А последовательность у света всегда одна и та же. Вот ровно как краски лежат на палитре. Желтый, оранжевый, розовый, синий. А между ними как раз таки синий смешиваясь с розовым дает сиреневый. Розовый смешиваясь с оранжевым дает розово-оранжевый оттенок. Когда оранжевый с желтым, желто-оранжевый, желтый сам по себе желтый. А дальше уже добавками других цветов мы их успокаиваем, даем им тональность определенную и тому подобное. Следующий вопрос. Вместо кадмия желтого светлого можно использовать кадмий желтый темный? Нет, темный не пойдет. Он перенасыщенный теплотой и белило не справится на рассветление. Оттенок будет все-таки немножко не тот. А вот кадмий желтый темный условно говоря получить можно как раз таки добавляя в кадмий желтый светлый оранжевую и чуть-чуть умбры. Умбру ленинградскую чем можно заменить? У меня умбра сжженая. Да, в принципе, блин, сжженой. Если уж досконально говорить о замене умбры в данной ситуации, то это сложный момент. Умбра, которая сжженная, она краснит в оттенке, а в ленинградской натуральной как раз таки присутствует тот набор компонентов, которые при смешении дают желтому и оранжевому, да и розовому. Вот эти вот серые, спокойные, но очень емкие оттенки. По-большому можно попробовать заменить, допустим, Марсом темным как вариант. Но, опять-таки, как он будет себя вести, я давным-давно с ним не работал, честно не помню. Но, по идее, должен подходить больше, чем умбра сжженная. Да, друзья, у нас всего лишь восемь цветов, поэтому не накладно будет их все приобрести. И это действительно проверенные уже цвета, поэтому рекомендуем воспользоваться той палитрой, которая есть у Дмитрия. Эти восемь цветов позволяют смешать практически весь магазин красок, который на полке лежит. Миллионы разных оттенков. Не пятьдесят оттенков серого, а гораздо больше. Так, можно вместо английской темной взять кадмий красный-темный? Нет, по смешению они совершенно отличаются. Опять-таки, уникальность, наверное, этой палитры именно в том, что цвета подобраны таким образом, что дают возможность смешать огромное количество всевозможных оттенков цвета. Поэтому, наверное, заменить можно, попробовать посмотреть, как смешиваться будет можно, но скорее всего, скорее всего цвета и оттенки цвета пойдут в разные стороны у нас. Синтетика не подойдет для растушевки? Она слишком мягкая. Щетина нужна, но щетина нужна как раз-таки средней жесткости. Нельзя очень мягкую щетину будет вестись, а также как синтетика, она сдирает краску зачастую из холста, просто забирает лишнее. Поэтому синтетикой можно делать финишные стушевки, то есть щетиной мы делаем грубые основные, да, соединения красок. А синтетикой, если хотим добиться идеального какого-то состояния, тогда дотушевываем синтетикой. Зеленый FC можно заменить зеленый английский? Не тот эффект опять-таки будет. Зеленый FC – максимально холодная краска, открытая, яркая. И опять в рамках этой палитры она ведет себя уникально, из нее можно получить практически все, что угодно. И даже далеко не всегда, как вы видите, зеленая фиолетовая. Так, друзья, напоминаю, этот мастер-класс мы удалять не будем, он будет вечно висеть у нас в канале, поэтому все замечательно, пишите красивые картины. Не торопитесь, не спешите. Да, очень бурные обсуждения идут, Дмитрий. Будет у нас закат или рассвет? Дорогие друзья, это такая условная тема на самом деле, закат это или рассвет. Уже, наверное, не один раз мы к этой теме приходили и возвращаемся к ней снова. А что вы видите? Ответьте сами себе, что это. И этого достаточно, потому что каждый из нас имеет свой маркер на рассвет и на закат. Маркер этот состоит из набора цветов, а дальше этот набор цветов перекладывается внутри нас в какое-то определенное настроение. И если этот маркер цветов сложился на настроение закат, для вас это закат. А для кого-то это рассвет и спор здесь абсолютно бесполезен. Потому что кто-то видел рассвет в этих оттенках цвета, а кто-то видел закат. Не спорьте по этому поводу. Воспринимайте для себя так, как видите и чувствуете вы. Это самое главное. Дмитрий, кисть для растушевки протираете? На самом деле, если консистенция краски правильная и холст правильный, то обычно нет, потому что смысла в этом никакого нет в протирке. То есть кисть не пачкает на самом деле. Каким лаком покрываете картины? Домарным лаком, в принципе, обычно. Как быть с Умброй за границей? Марс здесь не такой темный. Ну вот этот момент сложнее. Я обещал посмотреть по некоторым иностранным производителям краски, но если честно, руки просто не доходили пока что. Поэтому насчет импортных красок ничего не могу сказать. В большой мере я ими почти не пользовался. То, что пользовался из китайского, больше пользоваться им сто процентов не буду, а из более европейских линеек. Пробовал, смотрел, что-то есть хорошее, что-то не зашло, так скажем, по каким-то причинам. Поэтому работают на мастер-классе и ладоги, и они меня абсолютно устраивают целиком и полностью. А вот что касается за границей, опытным путем подбирать практически. Тем более у нас все краски, допустим, если мы возьмем тот же мастер-класс, он весь пронумерован по цветам. И скорее всего, не скорее всего, эта нумерация, она общемировая. И, соответственно, вы можете посмотреть у мастер-класса циферку, найти такую же в импортных аналогах. И, в принципе, будет у вас близкое к этому состоянию. Много вопросов по замене краски. Умбру охрой можно заменить? Не тот эффект будет. Можно заменить чем-то голубой FC? Ну, в принципе, в принципе, пробовать можно. Если уж нет голубой FC, то берите другую голубую, которая есть под рукой. Но имейте в виду, сразу же смешения на палитре будут отличаться от того, что делаю я. Чтобы это не ввело вас в ступор. То есть абсолютной замены нет. Каждая краска в своих физических свойствах, свойствах пигмента смешивается по-разному. То есть две абсолютно одинаковые голубые, будь то кобальт и голубая там FC, я очень условно говорю, не привязываясь к этому. В смешении будут вести себя совершенно по-разному. Марс темный прозрачный? Да, другого нет. Так, а если есть только обыкновенная Умбра, в США нет таких красок? Ну тогда просто пробовать смотреть на смешение. Здесь, увы, либо заказывать эти краски через интернет-магазин, чтобы они были, либо подбирать аналоги на месте. Именно аналоги, там смотреть что-то, перебирать ее. Английскую можно заменить индийской краской? Можно. Она чуть резче, но можно. Кадмий, желтый, средний? Можно. Вы можете отправить краску в любую точку мира? Вопрос. Ну, в ближайшее время узнаю уже точно. Сейчас ведем переговоры. Так, друзья, очень много вопросов. Ван Дайк. Так, извините. Все, Владимир завис. Загрузили. Я не завис, я пытаюсь ничего не пропустить. Так. Какой фирмы лучше покупать индийской голубой овце? Ну, я пользуюсь мастер-классом, хотя ладо ничуть не хуже. В принципе, это то, чем пользуюсь я. Я не могу сказать, что там другие краски хуже, лучше. Подбираем по комфорту работы, удобству, состоянию. Почему солнце не белое? А почему солнце не зеленое? Ну, не дошло на это. До солнца еще далеко. Так. Какой номер у вашей Умбры? В конце отвечу. Или в промежутке на рекламную паузу. На ней. Дмитрий, в который раз замечаю, что при написании картины у вас остаются чистыми руки. Как? Ловкость рук. Просто привык. Я такого не замечаю, если честно. Не знаю. Сейчас, вот заметьте, вот руки. Посмотрим, что в конце будет. Так. Все. Дошел до конца чата, друзья. Продолжаем. Итак. Верхнюю часть полотна закрасили. Сейчас закрашиваем нижнюю часть полотна. Избавляемся от белого. А вот после этого будем в целом смотреть, что у нас получается по состоянию. Итак. Зона. Зона. Я даже не буду разводить, я обратно в сторону солнышка пойду. Мы начнем с нижней части холста. Беру побольше белил. Беру побольше розовый. Я потом эту краску просто буду высветлять. Беру английскую красную. Тоже. Тональность у меня должна получиться не светлее, чем то, что было вот здесь вот в небе сверху. У нас вода – это бесцветное прозрачное состояние. Оно просто отражает то, что происходит сверху. Поэтому, нарисовав небо, мы уже можем ориентироваться, что нарисовать в воде. У нас будет здесь темный цвет. Итак. зеленая, краплак, английская красная и белила для объема. Тон темный. Темнее, чем небо, потому что вода в данной ситуации у нас ближе, чем небо. Раз ближе, значит темнее. А я еще темнее сделаю даже. Увеличил в равных пропорциях зелень краплак и английскую красную. Можно чуть-чуть даже умбры добавить в них. Опять-таки, вот эта темность тона переднего плана позволит создать здесь яркость. То есть, чем темнее темнота и светлее свет, тем ярче, соответственно, будет в этом месте контрастность. А нам контрастность яркая, необходима. Мы свет показывать будем. Поэтому, на одну треть воду можно спокойно закрашивать этим темным тоном. Кстати, можно чуть-чуть голубенькой FC в этот свет прям добавить. И уголочек еще и синевой, чтобы с легкой был. С легкой, не сильной. Вот сейчас, по мере того, как мы будем вот это закрашивать, ну белое, конечно, не появится. Но яркость солнца будет увеличиваться постоянно. Размешиваю с белым то, что у меня было. Просто беру и рассветляю. Более. И добавляю английскую красную. Английская красная даст теплость и емкость этому состоянию. Вот такой вот цвет получается. И он у нас здесь может подниматься практически к линии горизонта. И как таковая линия горизонта у нас может исчезнуть. Здесь он у нас будет занимать, вот смотрите, вот это вот все место. Можно спокойно этим цветом закрашивать. Покрасил щетина и соединение. Все движения горизонтальные. Можно даже вот сюда немножко вот этого цвета воды прям втереть в небо. Там ощущение такой дымчатости присутствует. То есть я растушевал цветом и тоном воды запачкал кисточку. И взял, покрасил, добавил этого цвета в границу соединения. Можно даже горизонт сейчас припрятать. Вытираю хорошенько кисть. И сейчас более красноватые оттенки пойдут. Потом оранжеватые. То есть мы возвращаемся. То есть если здесь мы от желтого в синеву шли, то здесь мы условно говоря от синевы в сторону желтых будем двигаться. Белила я отдельно буду сейчас новое пятно смешивать цветом. Мне нужно почистить кисточку как раз. Английская красная. Отнюдь не светлый тон тоже. То есть ее набираем так емко. Самое главное, чтобы она была по тону не темнее, чем то что у меня с фиолетом лежало. И ее спокойно можно под самое солнышко. Почти. Ну как минимум вот сюда. Если мы посмотрим. С левой стороны у нас вот здесь вот тоже есть это красноватое ощущение. Оранжеватая красноватое. Я прям сюда его. Вот английскую красную добавляю. И мягкое-мягкое опять-таки размытие. Я прям этой кистью размылаю. Вот здесь под солнышком. Можно чуть побольше сделать щетину. и мягкое соединение этого цвета с внешней частью. Вот то что с водой. И кстати можно немножко опять-таки запачкалась вот этим красноватым цветом. Я чуть-чуть вот здесь вот. И вот здесь его добавлю. Марива такое создастся дымчатости. Делаю этот цвет белее. Беру оранжевую. И максимально наполняю этот цвет оранжевым. Опять-таки смотрите достаточно темный по тону получается. Если мы его сюда... Еще можно. Оранжевый. И чуть-чуть краплак в него добавить. Яркость приподнять оранжевого. То есть темноту сильнее сделать, а яркость его выше. Вот смотрите, он темный. Но смотрите, какой он сразу яркий. И вот приблизительно у нас места, где он ляжет. И гляньте, как он сразу светится на фоне этих цветов. Много его добавлять не надо. То есть мы только-только вот эту вот часть где солнышко. И я практически пустой кистью сейчас чисто я ее вытер. Делаю растушевку. Фактически линию горизонта мы не видим. Мы ее угадываем больше. Поэтому точно так же я очень мягко сейчас смягчу всю линию горизонта. Кстати, вот где-то здесь у нас там оранжевый местами даже в небо чуть по ощущениям приподнимается. Возьмем желтый. Добавим в оранжевую сюда. И вот эту часть. Вот так вот. Чуть-чуть. То есть не высветляем. Наоборот, просто яркость цвета добавляем. А сейчас чистой растушевочной кистью. Я здесь прям поставил кисточку в центр, где солнышко было. мне нужно границу горизонта смягчить. Прямо вдоль всей линии. И то же самое с вот этим кусочком. Максимально убрать границы. Вот, наверное, с этого момента можно только начинать оценивать о сочетаниях цветов внутри картины. Где что хватает, где чего не хватает, где добавить темности, где добавить светлости, где добавить оттенка. Сразу. Я бы левый верхний угол более темным сделал на самом деле. Я прям сейчас возьму тряпочкой здесь чуть-чуть лишнюю краску уберу у себя. и левый угол затемню. Белила. Краплак. Просто не хватает темности для того, чтобы максимально подчеркнуть яркость. Давайте. Краплак и зеленка. Добавляю в нее еще чуть-чуть английской красной. И смотрим, что вот этот тон потемнее. Можно чуть-чуть синевой, но очень аккуратненько. То есть синего и немного тоже в этот оттенок добавлю цвета, чтобы чуть-чуть синева чувствовалась. Кто-то обязательно потом скажет на референс не похоже. А референс не похож на то, что было до этого. Просто подгоняем по ощущениям. Вот так вот. И немного убираю вот эту вот розовость, которая сложилась внизу. Здесь свет. Чем больше сожму темностью вот этот ореол, тем здесь будет ярче. Растушевка. Вот так вот. Растушевка. И с этого момента у нас пойдут уже уточнения. Будем заниматься солнышком, облачками, дорожкой, ну а потом яхтой. Так, Владимир, что у нас с чатом? Да, есть несколько вопросов. Умбра натуральная чем-то отличается от натуральной ленинградской Умбры марка студия? Нет, то же самое практически. Посоветуйте и порекомендуйте, пожалуйста. Я видел, что там уже некоторые отвечали. Теперь Дмитрия послушаем, что он порекомендует. Как исправить натяжение холста, если он лежал на шарике и, соответственно, шарик продавил холст, ФПС на нем уже есть подмалевок. Побрызгали сзади водичкой из пульверизатора. Да. Чуть-чуть. К батарее и все нормально. Ну или даже без батареи он сам выровняется. Батарея просто быстрее к теплу, чтобы… Так. Смотрю чат. Да. Вопросов пока вроде бы больше нет. Тогда мы работаем сейчас с солнышком. Месточка убежала. С облачками, с солнышком и с дорожкой. А корабль у нас будет на закуску. Так. Возьму чистую синтетику сейчас. Немножечко вот здесь в зоне прямо от солнышка начинаю. Смягчу границу вдоль горизонта. Еще вот для чего синтетика. Она мягко позволяет делать растушевки. И так. Белое солнце в пустыне. Вытер краску. Взял пальчиком белилок. Ну, ведь солнце там в ореоле. И лучше опять-таки, допустим, синтетикой мягенько этот ореольчик насколько получается размыть. Прям в водичку. Забираясь тоже. Если солнце не размыть, эффект яркости не получен. Солнце в луну превратится. Даже при этих цветах в восприятии будет ощущение лунности. Блин. Желтого сразу захотелось вокруг добавить. Смотрите-ка я сейчас сюда. Вот. Вот так вот возьму поярче. Желтый. Это желтый. Там сумброчка еще с чем-то. И так же растушую. А вот вовнутрь можно будет до предела белого, допустим, довести. Если нужно. Снова пальчик. И вовнутрь этого белого еще более белый. И так же мягко пальчиком уже размываю. Но белого должно быть совсем немного. Имейте это в виду. То есть чем меньше в солнышке у вас белого, тем оно будет ярче светиться. Ох. А чем больше, тем оно будет светиться меньше. Эх. Яркости хочется еще больше. Белило. И оранжевый. И желтый в него. То есть оранжевый, желтый, белый. Капелька умбры. Перебор. Вот так вот. Много умбры получилось. Сейчас. Подбеливаю и высветляю. Здесь вот сразу можно сделать, допустим, вот так вот частично. Очень мягкая после этого горизонтальная размывка. Готовим место под дорожку. Розовый. Ой, розовый-оранжевый. Чуть-чуть добавляю белил. Чуть-чуть. И добавляю акроплак. Белила для плотности, а акроплак для яркости. И намечаем места такими широкими носочками, где будет свет у нас. И заодно не только свет, но и волны. Розовый не дает оранжевому зеленеть и исчезать. Дает ему яркость. Прямо забираю, если что, снизу свет и добавляю где нужно в тени. И снизу тоже сделаем более яркую такую. Здесь этим же цветом. Под свет полосочка. Мягкие размывки. Очень мягкие. Буквально по краям смягчаем цвет. В зоне солнца капелюшку. Подровняю круг. Чтобы убрать ощущение. С левой стороны получилось, как будто бы горизонт видно. А мне горизонт как раз таки сейчас не нужен. Возьму немножко белил с желтым. И от солнышка, вниз от границы, небольшой мазочек короткий. И мягкая-мягкая горизонтальная растушевка. То есть чуть-чуть намекну, где начинается свет на воде. И тем самым скажу, что солнышко практически утонуло у нас. Вот так у нас начинается солнце. Теперь немножко в небо. И наметим облака. Сначала обратной стороной кисточкой буквально процарапаю. Здесь у нас плотное облачко лежит. Чуть-чуть ниже здесь. Сюда чуть-чуть заходит. Вот здесь где лодка. Опять-таки только крупные массивы. Не маленькие. Вот здесь. Краи не трогать не буду. Для удобства. Чтоб не мучиться так скажем. Вдруг толщина слоя еще что-то большое берете. И основные пятна прям тряпочкой вытираете. Соответственно нижний слой краски не будет подмешиваться. Не будет вам мешать, когда вы будете закрашивать облака. И одновременно вы, протирая, можете сразу увидеть форму и место, где они будут. Я практически всегда стараюсь в данной ситуации импровизировать, чтобы получить то, что получить. Вот так скажем. А потом уже понять, удачно оно сюда вписывается или нет. Но опять-таки здесь опыт играет достаточно большую роль. То есть чем больше у нас опыта, тем больше можно пробовать импровизировать. И страх в этот момент отсутствует. То есть мы четко понимаем, что мы импровизируем. Если же опыта еще нет достаточно, очень осторожно с импровизацией. Потому что импровизация может вас завести в такие места, откуда выбраться уже сложно. То есть придется перерисовывать картину. Не понимая, что происходит, вы начинаете там что-то делать. Срисовать уже становится не с чего. Свет ложится не туда, куда нужно. Тень не туда, куда нужно. Иногда вообще без теней получается. И распадается изображение. Поэтому старайтесь на начальных этапах максимально придерживаться. Опять-таки рисунка. Облака у нас серо-фиолетовые. А дальше будем просто следить за тем, чтобы тон цвет облаков, оттенок цвета соответствовал месту. Сейчас возьму. Допустим, вот эти вот облака по своему тону вот здесь в тенях видны. То есть на этом участке неба их темность сильнее, чем темность воздуха. А вот здесь уже они практически с ней сравниваются. Так вот, чем в большую светлость мы опускаемся, тем тень мы делаем светлее. А чем больше поднимаемся в темность, тем тень облака становится более темной и чуть более синеватой. То есть вот, допустим, для вот этого облака я взял более синеватый уже цвет, который у меня как раз-таки где-то, наверное, в воде или вот с этого кусочка был вот там. И тогда облака не потеряют яркость у нас. То же самое с левой стороны облака. Ну да, они практически соответствуют тому крайнему тону неба. Зато по мере выдвижения к свету они ярче становятся и выделяются, то есть как бы растворяясь вдали. Синтетикой просто заполняю общую форму. Вот он более светлый уже цвет, который я готовил. И начинаем опускаться вниз. Допустим, вот для этого места он уже темный. Его можно разбелить и, допустим, чуть больше уже добавить в него английской красной и оранжевой. То есть постепенно приближаясь к солнцу, облака наполняются светом. И тени становятся светлее. Но еще вот, кстати, сразу не меняя цвета. А вот эти облака, вот здесь тень. Это этот же цвет, что здесь свет на облака ложится. То есть где-то по тону такая вот разница. Для какого-то места это тень, а для какого-то это свет. Ну, не в полный максимум, но уже свет. И создаю легкую раздробленность облаков. То есть я не детализирую их, а добавляю оторвавшиеся маленькие кусочки облаков. Какие-то отдельности, которые оживляют. Вот, в принципе, опять-таки у нас первичная подготовка по цвет облаков сделана. Сейчас мы, наверное, на короткую рекламно-информационную паузу. Ну и давайте через парочку минут уйдем. Владимир, подготовиться. Давайте вопросы сначала, а потом хотим о сюрпризах и всякой-всякой рассказать. Несколько, да. У нас много-много-много сегодня сюрпризов. Поэтому будьте с нами и зовите друзей. Дмитрий, пленэр в Форосе в этом году планируете, спрашивает Елена Галушка. По крайней мере, сейчас ситуация там прояснилась. Нет, в Форосе уже, скорее всего, пленэров не будет. И если и будем делать, то если в этом году срастется что-то, то он будет чуть-чуть ближе к Севастополю. Есть такое местечко Батильман. Для тех, кто знает, знает. Кто не знает, можно посмотреть, почитать. Тоже очень красивые места. И, скорее всего, мы сделаем завершающий. Мы сделаем бенесис крымских пленэров. Скорее всего осень этого года. Но это вот приблизительно совершенно и не точно пока что. Не могу сказать. Круто. Дмитрий, а что Вы скажете по поводу грунтования холста грунтом из баллончика для автомобилей металла? Ну, давайте тогда уж просто по логике пойдем. Грунт – грунт. Краска ложится – ложится. Грунт трескается на машинах – не трескается. Соответственно, как бы… А дальше все это из разряда экспериментов. Попробовали, сделали. Посмотрели, какой эффект получается. Сделали вывод. То есть, нет… Одно дело, когда там есть какие-то традиционные материалы, уже проверенные временем. Мы их применяем, зная, что они проверены временем. Есть новые материалы. Соответственно, работая с новыми материалами, мы не знаем, как они поведут себя через период времени. И здесь однозначного ответа, там, да, можно или да, нельзя, наверное, не существует. То есть, ряд экспериментов, которые позволят выявить, подходит или не подходит. Так, друзья, почему не стали писать… Вопрос такой задали. Почему не стали писать сразу от белого пятна солнца, а затем прибавлять желтого и так далее? Не всегда понятно, какова яркость будет. То есть, лучше задать сначала основные теневые, а потом уже после этого давать яркость. И мы сразу четко понимаем, ага, вот здесь не нужно так белить, вот здесь уже нужно белить и тому подобное. То есть, ориентируясь на темные, мы гораздо более емко можем работать с освещенностью. Потому что свет – это не белое и не светлое, свет – это яркое. А яркое, оно должно быть прилагательным к чему-то. Темное у нас на картине как раз таки прилагательное, существительное, а свет как прилагательное к нему. Прилагательное, существительное, наверное, не в суть. Тень – свет. И, соответственно, ориентируясь от тени, мы набираем яркость. Так, следующий вопрос. Пишу акрилом, это про облака, пишу акрилом, поэтому небо успевает уже высохнуть. Как быть в этом случае? Вытирать сразу? А если акрилом пишите, под облака и вытирать не нужно. У вас уже небо подсохнет, и вы спокойно прям сверху положите. Поэтому это для масла как раз таки в первую очередь, потому что масло сохнет медленно. И опять это условие для тех, у кого там прибор краски или просто подстраховка, чтобы не боялись, что цвет неба вмешается в облака и получится что-то несусветное. То есть это, скажем так, для начинающих и для спокойствия. Протираем под облака. В акриле этого делать совершенно не нужно. Он высохнет раньше, чем вы доберетесь до облаков. Так, спрашивают. А, так, друзья, да. Мы будем, вопрос пока задаю, вы там в чате ниже пишите. Я пока буду задавать те, которые выше вопросы. Аукцион будем сегодня устраивать, друзья? Кто готов поучаствовать? Давайте, поставьте, чего? Восьмерочки поставьте, чтобы мы это увидели. Кто готов поучаствовать в аукционе и купить итоговую версию этой картины? Свежая, испеченную картину. Картина, получается, в реале очень крутая, я вам честно говорю. Сижу, тащусь, растекаюсь по стулу. Пороги речные можете написать, Дмитрий? Ну а чего нет? Конечно. Есть серия водопады даже. А уж с порогами точно проблем не будет. Дмитрий Желтов спрашивает. Дмитрий, приветствую вас. Не сократятся ли поездки Дмитрия по стране в связи с таким мощным развитием онлайн работы? Немножко сократятся. И еще вопрос уже задает Tapas 65. Стоит ли заморачиваться изготовлением рам для картин из потолочного углового пенопласта? Покупать готовый багет очень дорого. Ну, в принципе, как бы, вопрос стоит или нет, это ваше личное мнение. Как бы, ну, хотите, пробуйте. Здесь коэффициент, да, у нас, как бы, затрат. Считайте, если вам легче сделать из потолочного плинтуса, значит, из него. Ну, там, кстати, действительно, если поработать, можно интересно сделать рамы. И дома украсить, кстати, не покупая, действительно, там, за тысячу этот багет, а обойдется все это дешевле. Но приложить ручками усилия придется. Ну, и подумать в некоторых моментах тоже, чтобы все это было хорошо. Так, несколько еще вопросов. Вижу ваши восьмерочки, друзья, это замечательно, значит, будет аукцион. Сейчас мы решим, с какой стартовой стоимости начнем и какой шаг. Ну, наверное, как обычно, с 5 начнем и 500 рублей шаг. 5 тысяч старт, но мы пока что еще не объявляем аукцион. Потому что, ну, что? Да, опять-таки, как с Авророй было. Пока вот ее не дописали, Аврору дописали, дописали. Вот сейчас буквально еще парочка дней выложим уже видео продолжение. Там тоже на три часа. Да, да, монтируем. Я уже написал, Дмитрий, что мы монтируем и скоро выложим. Шесть часов видео про Аврору. Да, это не для слабонервных. Так, а у вас в студии сейчас пахнет разбавителем и вообще, как вы, Дмитрий, относитесь к запаху разбавителя? Да, мне он нравится на самом деле. Вот такой вот у нас мастер. А так у нас вентиляторы в студии стоят. Сейчас, конечно, не работают во время эфира. А так, когда пишу вентилятор, лишнюю концентрацию кислорода, дополнительную концентрацию кислорода обеспечивает. Можно ли писать картину на старом использованном холсте? Чем его предварительно промазать? Да, можно. Кстати, вот этот вопрос можете задать Дмитрию Желтову. Он здесь у нас тоже в чате, скорее всего, слышит. У него тут недавно холсты закончились, зато куча подмалевков была старых, которые ему не нравились. Он их потихонечку все закрашивает. Нормально все идет. Игорь Яцкевич спрашивает как раз в тему. А вам, Дмитрий, нравится дарить женщинам подарки? Нравится. И сейчас мы как раз несколько сюрпризов, которые подготовили, расскажем. Но для начала дойдем до конца чата. Так, мне кажется, грунт для авто трескается при сгибании полотна, например, если высохшую картину свернуть в рулон для транспортировки. Ну вот, как раз таки, наверное, вот здесь и ответы на вопросы, они сами собой вот такого плана приходят. Эластичность, долговечность, пересыхаемость, там целая куча параметров, которые можно к этому отнести. А дальше экспериментировать и смотреть. В Краснодар планируете поездку? В Ростов планирую, а в Краснодар пока нет. В Ростов, наверное, если все нормально и все сложится, то июнь или июль месяц в Ростове встретимся. Иван, просят пока на вопрос отвечаем, иногда переключать на картину, чтобы показывать. А можно даже картину включить, показывать меня не обязательно. Да, так, идем дальше. Очень много вопросов, ничего себе. Так, про Краснодар спросил. Можно ли в качестве грунта интерьерную акриловую белую краску использовать? Да, можно, конечно. И на самом деле сейчас процентов на 70 грунтовок на основе нее и идет. Продолжение Авроры тоже будет в постоянном доступе? Да. Так, да, меня тоже вопрос в Авроры волнует. Будет продолжение? Да, будет. Но есть. Вопрос Владимиру. Чем производится съемка, в какой программе монтируете видео? Ну, специальная студия у нас здесь, три видеокамеры, раз, два, три ноутбука, два монитора, специальный операторский пульт еще сегодня мы на GoPro снимаем, два телефона, куча различных программ, в том числе для монтажа тоже несколько используем. Ну, тут кто к чему привык. Вот, мы на премьере, если знаете, премьер, Adobe Premiere монтируем. Так, идем дальше. В Саратове когда будете? Вот, не могу пока сказать. Пока в планах нету, приглашайте. В Москве, пожалуйста, завтра, послезавтра приходите. От Саратова тут недалеко, 12 часов на поезде. Так, Игорь, картину на экран. Сколько слоев белой краски надо, чтобы загрунтовать холст? Два-три слоя грунта. Картину поблизости просят показать. Так, друзья, ну что ж, еще очень много в Ростове в школе креатива будете, Дмитрий? Нет, но по соседству там буквально. Иногда показываете всю студию, так интересно у вас. Ну, дело в том, что, друзья, не можем мы всю студию показать с этих камер, потому что они настроены по цветокоррекции и так далее. Да, по всему их. Перемещения иногда чреваты. Тогда картинка, которая показывается в итоге, будет немножечко прыгать. Разница с началом или с окончанием. Да, и это скажется на качестве вебинаров, которые мы для вас делаем. Так, друзья, хочу кое-что вам рассказать. У нас же скоро 8 марта. Мы подготовили для вас несколько сюрпризов. Первый из них, наконец-то, вы ждали, и мы наконец-то презентуем вам наш магазин, ссылку на который я скинул, интернет-магазин уроков. Это первое. Там вы можете приобрести отдельно уроки и также курсы, которые уже были. Мы их смонтировали, записали в запись. Иван, я попрошу сейчас показать этот интернет-магазин. Собственно, вот так вот он выглядит. Здесь будет медовая нега урок, очень скоро. Здесь есть видеокурсы, соответственно, вы видите, видеокурс облака, водопады, 4 стихи совместно с Ольгой Базановой, настроение моря, которое не так давно вышло. Ну и, соответственно, цены. Да, это далеко не все. Постепенно выкладываем, монтируем и выкладываем. Как вы уже, наверное, заметили, скидка 50% в честь 8 марта. Мы любим дарить подарки, женщин тоже любим. Поэтому до конца 8 марта, то есть до 23.59.59, у нас установлена скидка на все в честь открытия магазина и в честь 8 марта на все установлена скидка 50%. Друзья, переходите и покупайте, что называется. Видеоуроки. Ялтинский маяк, аргентинский закат. Красивейшие видеоуроки, красивейшие картины. Штиль, который тоже можно приобрести и использовать, например, когда на дачу поедете. 250 рублей всего лишь. Солнце тоже можно приобрести. Вам придет ссылка на скачивание и спокойно можете где угодно рисовать. Как приобрести? Покажу на примере урока рассвет. Нажимаете купить. Дальше переходите в... Вот здесь открывается справа вверху корзина. Соответственно, нажимаете в корзину или оформить. Рекомендую сразу же перейти к оформлению. Соответственно, дальше забиваете здесь свои данные. Имейл, имя, фамилию, контактный телефон. Вот здесь внимание. Начинаться он должен с плюсика. То есть в России плюс 7. В Беларуси плюс 38, если я не путаю. Не помню. Вот. Ну и так далее. То есть плюс код страны и дальше ваш телефон вашего оператора и так далее. Дальше способ доставки выбираете. Ссылка на скачивание. Способ оплаты Интеркасса. Это сервис для оплаты. Соответственно, он позволяет картами любыми, картами любых банков. Виза, Мастеркард, МИР. Вне зависимости от названия банка. В России из-за границы? Вчера покупали из Латвии. Сегодня из России несколько покупок было. Все работает. Дальше нажимаете подтвердить заказ. И, соответственно, скидывает вас на заполнение карты. Все это защищено. Соответственно, после того, как вы нажимаете, дополняете номер карты и все соответствующие поля. Нажимаете оплатить. С карты списываются деньги столько, сколько написано. И далее вам на почту приходит ссылка на скачивание. Скачиваете себе. Да, письмо с ссылкой на скачивание. Дмитрий очень важное дополнение сказал. Если вы сразу же не оплачиваете, то это остается в корзине и тоже со временем удаляется. Поэтому лучше сразу же, раз уж вы решили. Ну и опять же напоминаю, что у нас скидки сегодня и до 8 марта. Поэтому лучше сразу же оплатить, потому что потом цены поднимутся. И ссылка на скачивание тоже имеет срок действия. Поэтому лучше сразу же скачать. Вот такой вот у нас первый сюрприз. Второй сюрприз. Второй сюрприз, который можно ли оплатить через PayPal. Я вижу, можно добавить кнопку PayPal. Нет, PayPal в речку пока только. Да, к сожалению, PayPal пока не можем этого сделать. Там очень сложная процедура идентификации и так далее. Поэтому, если вы напишите, сейчас мы Angela K. Напишите, пожалуйста, вашу почту и мы выставим вам счет. И вы спокойненько оплатите. Вот такой способ пока что, наверное, будет самым лучшим. На самом деле, можно просто написать в магазине, оформить заказ. Написать через PayPal там. Так. Ну, в общем, по поводу PayPal мы вам позже чуть-чуть расскажем. Второй сюрприз, который мы приготовили, это картину Алой Паруса. Я скидываю ссылку в чат, и вы ее можете приобрести. Смотрите. Мы готовились. Мы писали. Наши пальчики устали. Помните, да, у нас было голосование ВКонтакте, и 1660 с чем-то человек проголосовало. На первом месте вот эта вот картина, которую мы назвали «Медовая нега», а на втором месте «Алые паруса». Многие просили «Алые паруса». Мы подготовили видеоурок, и только до конца 8 марта его можно приобрести за 1000 рублей. Вот такая вот цена установлена. Действительно, ну, 1000 он этого стоит. Разбор для всех. Да, и разбор по этой картине. Дмитрий вот сказал, что будет для всех. Как это организовать? Ну, это Владимир будет голову ломать. Да, я подумаю, что-нибудь придумаем. Что-нибудь придумаем. Кто приобретет этот урок, разбор бесплатно. Да, есть такая идея. Ну и аукцион. Да, будет аукцион. Сейчас чуть попозже мы к этому моменту вернемся. Вот такие вот сюрпризы, но это еще не все. Друзья, напоминаю, что у нас будет аукцион по продаже картины «Медовая нега». И будет два розыгрыша призов. Поэтому это еще не все сюрпризы. А может быть, что-то у нас еще сейчас будет. Так, друзья, смотрю еще раз на чат и отвечаем на вопросы. Заработал Майль Бертыч. Да, друзья, заработал и все замечательно. Покажите картину в раме. Нет такой рамы у нас, к сожалению. С Ольгой Базановой? Да, есть такой художник Ольга Базанова и Дмитрий с ней дружат. Каким боком? Тесным левым боком. Дружат они в очень хороших отношениях. Солнце было же в бесплатном доступе. Да, есть в бесплатном доступе. Но есть желающие приобрести в вечный свой доступ. То есть работать не по ссылке, а скачать. Такие запросы к нам поступали. И мы вот такую возможность предоставляем. 250 рублей, я думаю, что да. В любом случае, смотрите, у нас получается все уроки, которые в открытом доступе, они сохраняются на YouTube. Вы всегда можете зайти на YouTube там посмотреть. А если хотите там на носитель уже и чтобы оно было у вас всегда, то спокойно можно приобрести в HD-качестве. Урок у вас всегда будет доступен. Да, розыгрыш будет целых два. Купленный урок остается навсегда? Да. Если успеете скачать за 72 часа. Его можно просматривать в любое время на компьютере? Да. На компьютере или на том устройстве, куда вы скачаете. Есть уроки с послойной живописью или только живопись за один урок? Нет, очень много уроков как раз. Ну, немногослойная, скажем так, живопись немногослойная в несколько заходов. Допустим, даже на примере той же Аврора. Просушка, то есть первый слой положили, а вторым идет детализация. Детализация на самом деле можно делать сколько угодно много. Я не делаю уроков по а-ля голландской живописи с большим количеством слоев и прозрачными красками. Работаем плотными, более понятными для начинающих как раз таки. Так, идем дальше. Can I pay with PayPal? Yes. Please write e-mail. В конце вебинара уже снова подключим страницу магазина и я объясню, как сделать заказ через PayPal. То есть мы видим заказ в магазине и выставляем, ну, высылаем вам оплату по PayPal. Да, так, идем дальше. Есть так, про послойную сказали, спасибо большое. Вам спасибо, друзья. PayPal желательно для иностранцев. Ну, вот еще раз. Проверяли Visa и MasterCard, можно платить? Да, с любого банка. С любого банка. Не важно, какая страна. Мой американский банк не оплачивает, платежи не проходят и это не первый год. Попробуйте. А, не, ну, PayPal попробовать можно тогда. Попробуйте. Если не получается, то тогда напишите ваш e-mail и мы выставим счет по PayPal. Без проблем. Парусник в тумане похож стал, в тумане тоже стал платный. Почему стал? Он точно так же всегда его можно приобрести. Никакие уроки, которые выложены на YouTube платными в этом плане не стали. Если вы приобретаете их просто получить на постоянное пользование к себе, то есть скачать, забрать, вы приобретаете. Если вы просто хотите зайти посмотреть, пожалуйста, на YouTube или на моей странице ВКонтакте, в видеозаписях все доступно и ничего не убирается. Да, другими словами, Татьяна Ахметова говорит, на YouTube они теперь удаляться будут? Нет. Не будут. Это только сегодня скидки? Да, такие скидки только сегодня. Сегодня, завтра, послезавтра. Через Яндекс.Деньги оплатить интеркасса, по-моему, позволяет. Еще вот это Яндекс.Деньги не заработало, пока что система, ждем подключения. И, в принципе, в конце я на экранном меню покажу, куда нажимать, чтобы вы просто оставили заявку, и в заявке там, допустим, указали, что хотим оплатить на Яндекс. И мы уже тогда в личку вам вышлем все это. Да. Именно магазин точно так же, только с запросом платежной системы конкретно. Конкретно компания Яндекс просто долго подтверждает нам такую возможность. Подключение магазина, да. Как вы собираете аудиторию желающих рисовать в какой-нибудь город? У нас есть группа ВКонтакте. В этой группе ВКонтакте и на моей личной странице есть расписание. И, соответственно, как бы есть организаторы, которые занимаются организацией и набором людей. Ну, либо, если это новый проект, новое направление, то мы оповещаем также ВКонтакте. Об этом. Спрашивают, почему вы не поставили субтитры? По-моему, эта возможность есть только на каналах от 30 тысяч подписчиков, если я не ошибаюсь. Надо посмотреть, можно проверить. Надо проверить, да. В настройках, по крайней мере, когда мы делаем трансляцию, такой возможности нет. Субтитры на каком языке? На английском? Да. На английском, на испанском у нас очень много. Или, может быть, на казахском. Поэтому тут такой вопрос тоже. Так. Так. Идем, идем по чату дальше. А из Германии как оплатить? Да, по карте можно MasterCard или Visa оплатить. Дмитрий, а если нет оранжевого, как его получить? Желтый, красный. И будет равно оранжевый. Друзья, извините, хочу, чтобы на каждый вопрос был ответ. Скажите, где найти ссылки на магазин? Сейчас еще раз буду дублировать. Да, сейчас дойдем до конца и буду дублировать. Под этим видео, в описании видео точно также есть ссылка на магазин. Кстати, буквально, наверное, недели через две уже в магазине будут холсты художественные материалы. По крайней мере, как минимум, под курсы, которые мы выпускаем, набор художника точно будет, который будет включать набор холстов под мастер-класс вполне. Ну, какой-то определенный там, допустим, набор красок, кисточек и тому подобное. Опять-таки, позже оповестим уже. Да, но это организационная работа, которая требует времени, друзья. Занимаемся. Чем разбавлять акрил? Водой или замедлителем для высыхания. В зависимости от... Так, Оля, супер. Дима, лучше. Давайте не будем драться, друзья. А как вы с Ольгой работаете? Один моток, она другой. Ну и так тоже работали. Да. А вот вы купите и все увидите. Дима, вы хотите в Алма-Ату? Сейчас запланировано на... По-моему, август месяц, если я не ошибаюсь. Перенесли немножко. Планировал вот как раз-таки в начале марта полететь, но не сложилось. Холсты и кисти спрашивают, можно ли купить. Будет. Скоро будет такая возможность. Будет, будет, будет. В магазине я не вижу видеоурока Аллы Паруса. Есть в самом конце. В самом-самом конце, потому что его выложили только сегодня. Вопросы. Да, да. А в Беларусь вы приехали бы? А я приезжаю периодически в Минск. Бываю. Да, там тоже есть организаторы. Карты Мир Сбербанка можно оплатить? Можно? Да, я лично сегодня опробовал, купил мастер-класс у Дмитрия, представляете, за 250 рублей. Из художника превращаетесь в бизнесмена? Да нет, это попутно на самом деле, одно и второе. Да, одно второму не мешает. Не хотите покупать тут? Никто не заставляет, вы же смотрите спокойно совершенно. Смотрите, учитесь по бесплатным урокам без проблем. Почему самый красивый маяк нет в продаже? Где старое здание? Потому что не смонтировали еще. Как только смонтируется, все будет сразу в магазине, и курс будет. Маяк Анива называется. Давайте писать картину дальше, говорит Наталья Симонова. И мы дошли до конца чата, поэтому… Ура! Ура! Сижу, жду. С нетерпением, когда закончим, и начать, вернее, продолжать работать. Итак, свет на облаках, свет на воде. И немножко линера, лайнера, линера, его называют совершенно по-разному. И разбеливаю вот эту вот желтушную краску, которая у меня была. Чуть-чуть с умброй. И нижние части облаков. Но опять-таки, сильно вверх этим ярким цветом не уходим. Работаем только яркостью вблизи. Положили немножко краски. И очень мягко, уже можно даже не линером, а допустим… А допустим, вот этой вот щетинкой брать и стушевывать между собой. Свет на облаках, которые ближе к солнцу, он должен быть желтоватым. По мере того, как мы поднимаемся вверх, желтость меняется на оранжевость, оранжевость на розовость. Точно так же, как спектр света выстраивается в воздухе, точно так же спектр света мы и в облака закладываем. То есть, чем дальше от солнышка облака, тем более розовым светом они освещены. Чем они ближе к солнцу, тем желтым или оранжевым светом. То есть, в зависимости от расстояния, самый ближний у нас к свету желтый, самый дальний розовый. Допустим, я с оранжевый плюс белила, плюс умбра. И сейчас подсветку вот этих вот облаков, которые у нас дальше от солнышка. То есть, сразу будет понятно. Ну и, кстати, момент такой. Вот там, где у меня желтость, между желтым и тенью, ну и, кстати, и сюда его точно так же можно. Добавляем оранжевого и мягко соединяем. Легкая-легкая растушевочка. То есть, обязательно свет с тенью немножко обобщаем. Следим за тем, чтобы вот эта линия не была равномерной. То есть, где-то, прям большой щетиной сейчас, вот этой, где-то свет большего в облачко заходит. То есть, прям вертикально вот так через облачко прошли. У нас сразу ощущение, что облако более плоское стало. Вот как раз таки, наверное, вот этот момент, он очень важный. Подвели нижнюю линию границы и считаем все, свет есть. Но облака зачем плоско выглядят? А если мы свет запускаем в тень, как раз таки разрезая немножко светом тени, у нас ярче получается и объемней облачность. Сейчас сделаю еще один цвет, розоватый более. Белила и, допустим, английская красная. То есть, до этого оранжевые, до этого. Смотрите, вот здесь вот дальние облака. Они же далеко у нас от Солнца находятся. Соответственно, на них приходит только розовый оттенок света. Они за счет этого будут чувствоваться более удаленными от Солнца. И на картине будет больше глубины. То есть, в построении мы будем чуть на глубину пространства. Вот так даже правильнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Так, дорогие друзья. Мы снова в эфире. Если что, F5 обновление отвисаем и продолжаем работать. Не помню, на чем остановился, но будем работать с облаками. Где-то, наверное, в какой-то момент у меня там облака и были какие-то. Сейчас, пока перезагружались, отошел, посмотрел и яркость пойдет. Линер. И вот на краешке облаков, линером, все ура, 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 ура. Добавляю чуть-чуть яркого света. Чтобы у нас облачка засветились. И свет растушевываем, немножко вверх тянем. То есть не вдоль линии, а прям, а где-то вниз наоборот можно тянуть. Облачка сразу более интересные становятся. Можно немного подчеркнуть ореол кое-где. Там вот с задней стороны совсем немного берем и подсветку облака делаем. Чуть-чуть сюда добавляем. Только верхние облака стараемся не ярчить сильно. То есть в них чуть-чуть основная часть у нас нижние облака светятся, а верхние поменьше. Так, чтобы на эти приходилась основная яркость. Иначе мы отвлечем внимание на то, что не нужно. То есть если пересветлим верхние облака, солнце подугаснет у нас. Сюда можно. Где-то даже чуть-чуть размываю все это. И возьму теперь щетиной и мелочок добавлю. Чтобы было наполнение не только высоко контрастными, но и полупрозрачными, дымчатыми, маленькими. Вот сюда чуть-чуть. Да, кстати, по этой картине у нас точно также будет разбор для всех, кто напишет. Разбор будет перед следующим вебинаром. Я там не помню по датам, когда у нас следующий. Но обязательно дополнительно вас тоже оповестим. Ссылочкой ВКонтакте, куда можно выложить будут свои работы и где я буду делать разбор по ним. Так, еще буквально пару-тройку облачков с левой стороны, вот здесь за яхтой. И они не яркие. Прям щетинкой беру. Только свет и буквально несколько полосочек. Вот так. Теперь свет на воде. Наверное, такой один из моих любимых процессов. Бело-желтый. Вернее, желто-белый, желтого больше. Добавляю чуть-чуть оранжевого и очень аккуратно добавляю умбры. Самое малость. Мне не нужен он прям открытый-открытый такой. Таким вот мягким-мягким движением. Робик такой сделать. Вот сюда вниз сначала чуть больше разбеленного оранжевого добавлю. Все, в него уже потом яркость желтого сделаю. Вот так вот берем. Вместо желтого более оранжевый оттенок цвета. Чтобы он мягко расходился в стороны. Обязательно после этого даем легчайшую растушевку. Что-то опять? Ну это, скорее всего, обновляйтесь, перезагружайте. Скорее всего, если… У нас тоже что-то пляшет. И то не данных, то качество хорошее. Ну это YouTube получается. Другого как бы варианта практически нет. То есть соединение с YouTube. К 8 марта, по всей видимости, очень много трансляций. YouTube перегружен и, соответственно, периодически сбоит соединения. Не переживайте в случае чего. Даже после уж окончания вебинара запись будет нормальная. Если что, продублируем, выложим оригинальную запись. Ну и будем надеяться, что YouTube обработает и после обработки она дергаться не будет. Здесь, увы, вот в этом плане мы не всесильные. Что касается поведения YouTube, это нам не подконтрольно. Легчайшая размывка. Почти не касаясь кистью холста, сглаживаю, чтобы цвета втянулись в нижнее. Такая мягкая-мягкая размывочка, у нас уже первичная дорожка появилась. И будь теперь снова ярким бело-желто-бело-бело-желтым. Больше все-таки бело-желтым цветом. Закладываем свет. И пока что его я тоже слегка-слегка мазочкой положил. И почти не касаясь, легкое размытие создаем. Кстати, вот здесь в зоне солнышка тоже чуть-чуть. Чуть-чуть размою и солнце потом снова восстанавливаю. То есть соединить практически воду и солнышко. Желтый цвет побольше, сильно не выбеливать, иначе яркость теряется. Вот здесь как раз-таки тот показательный момент, когда выбеленный цвет ведет себя хуже, чем цвет насыщенный, открытый. Здесь для яркости нам нужен более желтый цвет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давно у нас не было такого веселого вечера с отключениями. Аж самых гор в облаках в последнее время, сколько трансляции проводили, все было отлично. А тут, видно, сказывается пятничный вечер. Итак, дорожка, продолжаем. Чуть-чуть смягчаю, положил свет и тут же мягко-мягко его легчайшими касаниями, без резких движений. Ослабляем и создаем вот эту вот яркость. Опять-таки, вот это вот место тоже смягчаю, чтобы солнечный свет как бы выходил прям вот из, 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 из сюда добавляю немножко беленького. И это беленькое тоже мягко-мягко-мягко вот так размываю и пальчиком уже снова восстанавливаю еще раз солнышко. Обновиться надо или висим снова? Все хорошо. Мы в эфире. Обновление F5. Легкие-легкие размытия и даже можно так взять пальчиком немножко от белого, как бы солнышко, свет солнечный сдвинуть вверх. И снова, тогда уж, коли здесь запачкалось, отбелить. И как будто лучики и максимальный эффект свечения будет получаться. Теперь вот здесь вот с правой стороны от солнышка даже немножко в небо добавлю красновато-оранжевого цвета тоже в дымочку. Будет немножко веселее. И уложу его сюда в правую сторону чуть-чуть. И потом проверим, как с расстояния смотрится линия горизонта. Чуть-чуть намек на нее должен быть, но ни в коем случае не резкая, не явная. Линером бело-желтый, да даже не бело-желтый, больше желтый. И такими касательными слегка движениями под солнышком, как раз по самой дорожке добавляю яркости. И мягко-мягко ее тоже линером смываю, размазываю. Солнце загорается больше в воде. Еще чуть-чуть. Но резких при этом линий оставаться не должно. Вот здесь, где солнце чуть-чуть белило, хочется прям там, чтобы свет выливался оттуда. И потяну немножко само солнце вниз. Вот так вот. Вот так уже нравится. Хочется на самом деле, чтобы уже больше не прерывалось, чтобы спокойно дописать. Так отвлекаешься на это и сбивает немножко с ритма работы. Самое главное вот в этом месте не забелить. Как раз таки не уничтожить яркость цвета. То есть очень аккуратно сработать, чтобы с одной стороны была у нас яркость свечения, а с другой стороны, чтобы не было разбела. Английская красная, оранжевая, белилки и продолжение вот здесь света в воду. Чтобы ощущение воды было более явным. Можно прям, смотрите, забираю тень и этой тенью сквозь дорожку. Очень осторожно прохожу. Мягкие переливы, чтобы складывались из цветов. То есть цвета не должны быть относительно друг друга светлыми или темными. Цвет должен в первую очередь отличаться. То есть все построено не на яркости светлого и темного, а на яркости оранжевого к желтому, желтого к и так далее. То есть на яркости цвета. Теперь можно наметить яхту. Стоит она у нас вот здесь с правой стороны. Ну и давайте поступим таким образом. Я беру длину яхты, меряю корпус и относительно трети меряю. Яхта у меня чуть больше, чем половинка одной трети. То есть яхта небольшая. Я разделю сейчас картинку на три части для себя визуально. Потом это уберу. Проверюсь соответствует ли у меня третья. Прям в краске. Там где у меня почти ничего нет. Вот треть. Теперь смотрим. Я добавлю на картинку разметку. Вот моя треть. Ну и кстати граница по постановке яхты это одна треть высоты воды. тоже момент важный. То есть вот это линия третья. Лодка чуть-чуть выступает влево за треть. И вот так вот уходит сюда. По высоте лодка закрывает нам границу горизонта. То есть ориентируемся. Вот у нас где-то граница горизонта. Соответственно лодка будет выше. Я сейчас сразу светлым. Не светлым. Я черчу. Чтобы было видно. Я беру обратной стороной кисточки и делаю рисунок лодки. Он у нас немного в перспективе. То есть корма невысокая. Нос высокий. То есть мы сразу рисуем вот такую вот форму. Выступает нос. Вот он. И у нас получается две основные мачты. Как сделать просто вертикальные мачты? Я беру две кисточки. Одна как раз таки нацелена в холст, а другая прижата к холсту. Так беру и черчу. Сразу становится видно какого размера и где мачты. Можно укоротить немножко корму. Я сейчас прям... Опять-таки плюс процарапывания. Все что лишнее просто затушевывается и нам не мешает. Парус не доходит до завершения лодки. А здесь он... Вот у нас треугольник первого паруса. Точно так же вот он второй, но здесь больше у нас трапеция неправильная. Второго паруса. И два треугольника впереди. Можно сначала провести прямую линию. Одну, вторую. Это левые стороны паруса. А потом, просто так вот нарисовав эту линию, показываем его вторую часть. Этот парус прячется внизу за более ближний. То есть, вот этот парус частично спрятался за этот. Видите, самостоятельные. Коли паруса у нас белые, то по цвету они будут в освещенной части оранжеватыми. Ну, здесь розовыми не стоит. У нас насыщенность цвета более сильная. Они, даже если мы сделаем их розовыми, желтый свет попадая в розовое, сделает их такими более оранжеватыми на самом деле. где-то даже. То есть, если на фотографии, с которой работаю, они... Ой, английская красная, краплак, желтая. И попробуем... Мы их наполненными светом сделаем. Они у нас тоже должны быть немножечко такого цвета, как вот здесь вот в районе солнышка. Здесь я просто закрашиваю. И яркость сейчас какую-то пока что совсем вот солнечную. Давайте мне буду светлость. Сначала положу полностью все плоскости парусов. Чего там такое интересное? Придумали название... Придумали название только что стилю, которым вы пишете, Дмитрий. А, какой? Розантизм. Чуть-чуть наразбели английская красная. Вот она, наверное, идеальна, как основа для парусов здесь. В нее можно потом будет светлить, там, желтить. А все-таки, как начальная часть, больше английско-розовить. На смешение с белым. Так, этот парус у нас под более... Вот эта линия более прямая. И у нас на парусе, который прячется за первой, будет тень. Тень сиренево-фиолетовая. Можно смешать, допустим, зеленку-голубой индиго. Ой, зеленую-розовую индиго. И из него как раз таки составить вот эту тень паруса. Все зависит от того, насколько здесь уже мы тоном отработаем. Я еще чуть-чуть глубже сделаю тон тени. И это у меня не единственная тень. Зеленая плюс розовая. Более высокая темность. Вот она тень. Ну а теперь будем светлостями работать. Оранжево-желтый. Паруса у нас яркие. Оранжево-желтый. 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 Потом я его, если что, поразовлю. Немножко тени на этот парус. Он заворот имеет легкий, поэтому во внутренней части у него тоже будет тень. И эту тень мы мягко соединяем с светлой частью паруса, средней в данной ситуации. Потом уже, когда будут делаться веревки, мы зададим более высокую яркость. Так, все-таки я очень разбелил свет, более его оранжеватым сделаю. Спасибо. Соответственно, и эти паруса тоже. Допустим, эта часть у нас освещенное солнцем. Я ее светлее и оранжевее. Но насыщенным цветом. И на этом парусе тоже есть тень. Снова розово-фиолетовый цвет. Остался один парус. Его мы чуть-чуть по оранжевим внутри, разбелом. И далее дело с конкурсом и нюансами. Так, белило розовое-оранжевое. Опять-таки и на лодке цвета-света. Вот такая вот полосочка розово-оранжевого. И мягкая в нижней части размывка с цветом воды. Это основание яхты, закругляющееся. А вот здесь, вот с левой стороны, я как раз-таки его затемню. И зафиолетовлю. Зеленый, синий, розовый. Чуть более темный тон. Смотрите, сиреневу делаю из синевы и зеленцы. И можно вот немножечко сюда, вот к основанию, этот цвет протянуть. И здесь нам нужна растушевочка мягкая. Соединяем. В лодке там идут красноватые накладки. Сейчас мы их частично через английскую красную с розовым. Покажем. Так, а вот основание я сделаю просто темным. Возьму индиго. И вот эту часть. Притеню. И чуть-чуть этого же остатка цвета положу вот сюда, в теневую часть. И мягко-мягко растушую, но более четким сделаю корпус относительно воздуха. Чтоб его было видно относительно воды. Очень аккуратно. Теневой цвет нужно соединить здесь с светом. Но и тем самым объем лодки создаем. То есть, чтоб она из плоской превратилась в объемную. Вот здесь идет тень в эту сторону. Положил. И мягко-мягко размываю. Точно так же вот здесь вот полграницы с водой. Я думаю, что вопросы мы в окончании все оставим, да, Вывод? Да. Лучше их все-таки по завершению уже сделать. И так из-за этих перерывов дурацких. На перезагрузке и подключении. Так, красная полоска внутри корпуса. Она у нас не доходит до конца чего-то. Здесь еще красная то ли надпись, то ли, то ли, то ли, то ли, непонятно. А вот сейчас муштабель, линер и мачты. И, соответственно, все мелкие детали, которые есть. Умбра и английская красная. Краска жидкая. Поставил муштабель вдоль муштабеля. Даже немножко сделать ее посветлее, более серым оттенком мачта не ярчить. Так, я извиняюсь, сейчас все-таки, наверное, перекрою верхнюю часть. Здесь не видно. Мачта раз, мачта два. Здесь более толстые они у корпуса корабля внизу. Чуть потоньше сверху. Краски жидкие. То есть линер работает с жидкой краской. Если неправильно рисуешь, мачта как стирает? Да стираешь обычно, и все это единственный. Так, что у меня линер упал. Сейчас. Тот, который чуть получше. Просто стираем. Вон у меня тоже наверху там как раз-таки немножко разбежалась. Взял так. И убрал. Вот как раз-таки жидкость красок здесь. В процессе рисования у мачты позволяет легко убрать, легко переделать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Блин, работает спокойно. Первую мачту провели. Вторую. Выравниваю, даю яркость. Нос. Сюда чуть ниже получается, чем основание заходит. Сейчас подведем теневые, немножко вот сюда под вот эту красноту дадим теней. Чуть глубже сделаю вот здесь тень. И можно немножко вдоль парусов Опять-таки ориентируемся. Вот этот парус сейчас подровняю место чистой кистью. Он у меня убежал вниз. Я за счет неба его выравняю. То есть он должен горизонтально идти здесь практически у нас. С легким прогибом. Обновление. И чуть-чуть задаем легких контрастов по низу паруса. И здесь мы уйдем в красноватый оттенок снова. Паруса у нас там оторочены красной ленточкой. Мы по границе парусов закладываем вот эту красноту. Это делаем линером. Здесь такая интересная красная штука идет в эту сторону. Покажем ее тоже. Вот сюда. А у нас там на лодке что-то происходит. То, что происходит, мы сейчас обозначим. То есть там на лодке люди или человек ей управляет. Берем просто темный тон. Там пару человек и... Лисуем фигурку. Точечка. И туловище. Еще одна здесь. И далее лайнером можно просто задать там яркости. Как раз таки уже за счет более светлых оттенков. Там есть такая светлая штука. И кое-где просто пятнами проставляем свет. По ощущениям фотографии перила тоже красные. Лодка такая а-ля. Ощущение моталых парусов тоже. А вот эту часть на окончание лодки сделаем немножко больше света. Разбеленный оранжевый. Эта же часть к солнцу повернута. Вот мы ее и немножко забликуем солнечным светом. И уведем сюда вниз. И немножко тени добавим. Тени здесь не хватает. То есть вот сюда вот. Тень. Изгиб корпуса. И краснота. Вот здесь все-таки. Наверное в отражении. И она в отражении у нас просто будет фигурировать. Поэтому без нее не обойтись. Чуть-чуть провожу ее сюда вперед. И этой же плоской кисточкой. Забирая этот цвет. Зигзагообразное движение. Не отрывая кисть вниз. Легкие намеки на отражение будут. Чуть-чуть смягчу. Яркость на паруса. Линюрым. Разбеливаю остатки оранжевого. Добавляю желтый. Его немного. Но он у нас пойдет в основном вот здесь вот где. Максимально. Этот парус у нас ближе к свету. И штрихами. И растушевка будет сейчас. Чтобы плавно свет уходил в тени. Снизу можно парус еще ярче сделать. Проще всего это делать вот как раз таки синтетикой. Вот таким одним мазочком практически в правильном направлении закладываем яркости. Чуть-чуть кое-где их складочками разрезаем. Также у нас яркий вот этот парус. И в сторону солнышка. Сдвигаем. Немножко яркости вот сюда. Чуть резче границу светотеней делаем. Немного вот здесь подровняю. Ближе к парусу, к вот этим более светлым оттенкам фиолетового цвета, фиолетово-розового, подсветлю. А граница как раз таки, чтобы тени было потемнее. Веревки и детали. Потом яркий блик. Для веревок тот же самый тон, что и для мачт. Это у нас индига и английская красная с белилами. Здесь рия. Вот эти штуки. Такие же штуки у нас здесь. И веревочки. Веревочки и крепление парусов. Этот парус получился изогнутым. Веревка этого паруса. Намеки больше даже где-то. То есть не нужно их доводить до состояния четкой. И, кстати, вот крайне опасно доводить до состояния четкой детализации. Немного подчеркиваю этот парус. И можно здесь глубину тени немножко увеличить тоже. И размыть. Еще ярче, еще объемней будет получаться. Якорь нарисуем обязательно висящие. Веревки. Не сильно много. Немного подчеркиваю. Намеки. Немного свет на носовую мачту. Вот он как раз таки только красновато-оранжеватый. Сразу больше яркости появилось. Капельку свет сюда. Это что-то больше как рефлекс от воды. Немного бело-желтого. Отдельные блики света на каких-то блестящих предметах лодки. Вот здесь такой блик по борту яркий. Но таким ярким мы его не оставим. Я его сейчас смягчу. Возьму плоскую кисть. Бело-оранжевый сделаю. Разбеленный оранжевый. Так вот положу его. Смотрите, зигзаг такой в движении кисти. Потяну его влево-вправо. Чтоб чуть больше закругления придать лодке. Потом уже бело-желтым вставлю лодочку. И его же, кстати, можно здесь отразить в воде. То есть свет отыгрывает, отражается. Единственное условие, он не должен быть очень ярким. Я его слегка смягчаю. Лодка на воду у нас встала. Немного ее отражения. Индиго краплак. Отражение я сделаю чуть более насыщенным, чем цвет самого корпуса. Вертикально вниз. Движение кисточки и мягкое размытие. И совсем немного. Вот свет вот здесь. Также отражу корпус лодки и с этой стороны. Из ничего и плавно появляется. Можно взять, немножко не отрывая кисть, пустой чистой кистью. Сквозь тени, сквозь свет. И заодно уберу то, что размечал под третье. Отражение парусов в воде. Я не буду их делать такими светлыми, как они у меня есть. Более розовый цвет. Их не нужно много. Их нужно намеками положить. Буквально намек на паруса здесь. А вот этот парус я сделаю чуть-чуть поярче. Он у меня ближе к солнцу. Более ярко освещенный, насыщенный. Соответственно, в отражениях его можно будет ярче сделать. Легкая мягкость с синтетикой. Чуть-чуть смываю отражение. Сначала горизонтально, потом вертикально. И вот здесь как бы в никуда их увожу. Ближе к лодке поярче. Ну и то, что я говорил, более яркий блик. Более насыщенный. Вот у этого паруса, допустим. А у соседнего в половинку от него. А этот еще меньшего. Так будет лучше. Не навязчиво, но ярко. Якорь. А потом можно будет пару бликов еще на мачты поставить. Тоже не хватает. Ум же с индигой. С краплачком. Темный тон. Здесь такая штучка, штучка, штучка. Детальки. И свет на него обязательно. Буквально пару штучков. Сейчас я еще хочу на лодку немножко света добавить. Разбеленный оранжевый. Взять не желтый, а оранжевый. Он мягче воспринимается. Вот сюда. И, наверное, все-таки немножко добавлю с освещенной стороны мачт красноты. Он у нас такой паруса не алый, но сам он с краснотой. Соответственно, освещенность. Вот так вот. Поживее и поспокойнее получается. Вот так вот лучше. Можно этого же немножко посветовать сюда на эти элементы. чуть-чуть. Ну и там. Внутри. Бело-желтый. Лодка ярче стала сразу и каплю. Вот буквально несколько таких легчайших всплесков. С желтеньким вот здесь. Чтоб лодка двигалась и немножко из-за лодки. То есть она буквально... Ай! Кисточка упала. Скользит по воде. Парочку штрихов яркого сюда и будем завершать. Если есть вопросы, я думаю, они есть. Мы на них, соответственно, сейчас будем отвечать. Здесь чуть-чуть понаглее, так скажем, беру прям. Более крупными мазками. Ну, сравнивая. Бело-желто-белый. Не бело-желтый. Желто-белый. Чтобы у нас свет загорелся на дорожке. Вот так. А вот сюда вниз капельку-капельку оранжевый. Немножко размытие. Капелька попала, уберу. И один штрешочек сейчас глянем. Вот здесь вот. Раз. Два. И чуть-чуть. Три. Чуть-чуть-чуть ярче. И вот эту штуку я уберу. Лишнее. Здесь темное. То есть паруса будет достаточно его собственных цветов. И тень будет из-за этого повыразительнее немножко. Здесь как тень еще идет вот так вот. Вот. Вот так вот мне уже нравится. Ладно, сейчас капельку еще с розоватым оттеночком. Хочется вот отсюда из-за лодки чуть больше дать свет. Вот так. Немного. И смываем. Граница горизонта чувствоваться не должна. Иначе она излишне будет внимание у нас забирать. Я в принципе готов отвечать на вопросы. Так, Дмитрий, я предлагаю такой алгоритм. Первое. Мы сейчас, вы сейчас стартуете аукцион. Пять тысяч первая стартовая цена. Мария у нас в чате и следит. Далее я проведу розыгрыш. Для розыгрыша. И в самом конце ответим на вопросы. Давайте. Хорошо, друзья. Тогда Дмитрий объявляет аукцион. Стартуем. Старт. Пять тысяч, кто первый? Все, друзья. Я тогда сейчас выхожу чуть-чуть из чата, потом вернусь. А сейчас хочу показать вам розыгрыш. Розыгрыш. Так, у нас сейчас я открою кое-какие свои записи. У нас два розыгрыша будет сегодня. Первый розыгрыш. Вот по этому будет один победитель тех, кто сделал репост. И соответственно, Дмитрий приглашает вас в его инстаграм. Там будет очень много полезного и интересного и не менее занимательного контента, чем ВКонтакте, Фейсбуке и так далее. На его личной страничке в инстаграме подписывайтесь. Сейчас мы проведем розыгрыш. Значит, нужно было сделать репост этого поста и, соответственно, видео урок стоимостью до 1000 рублей в нашем новом интернет-магазине. Это приз. Соответственно, проводим мы его с помощью сервиса Random Stuff. Забиваем ссылку на пост. Один победитель среди репостнувших. Выбрать. Мы получаем данные. Победитель Галина Калядова. Я уверен, что Галина все выполнила, но все-таки мы проверим. Галина, я вас лично поздравляю. Дмитрий. Фриз соединяется, да, Дмитрий? Конечно. Да, Галина наша постоянная зрительница и очень верная ученица. Очень красивые картины пишет, но все-таки мы проверим, есть ли она среди репостнувших. Так, 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 так. Сейчас. Галина Калядова. Да, вот один репост. Галина, мы вас поздравляем, вы победитель. И еще у нас целых три победителя будет тех, кто сделал репост. Соответственно, вот этого, вот этого мастер-класса Медовая Нега. Забиваем ссылку на этот пост, который нужно было репостнуть. Среди репостнувших и выбираем три победителя. Выбираем. И надо будет проверить. Галина Казакова, Ольга Верзакова и Лариса Беляева. Что ж, проверим. Делаю сразу же скриншот экрана. И проверяем. По условиям нужно, чтобы было на первых трех позициях. Галина Казакова. Проверяем. Раз. Два. На втором месте Галина Казакова. Мы вас поздравляем. Вы победили. И приз тоже любой вебинар стоимостью до 1000 рублей. Ольга Верзакова. Проверяем, есть ли репост. Есть. На втором месте. Тоже поздравляем, Ольга Верзакова. Спасибо вам, что помогаете продвигать информацию о наших вебинарах в массы. Лариса Беляева. Проверяем, Лариса. Выполнила ли она? Да. Лариса. Искренне поздравляем. Я добавляюсь даже в друзья вам. Мы напишем. И, соответственно, вам надо будет с нами связаться, чтобы получить эти призы. Ссылку на скачивание мы вам скинем лично. Любой видео урок в нашем новом интернет-магазине. Выбираете. Говорите. Мне понравился, допустим, алый паруса. И мы вам скидываем. Так, друзья. Замечательно. Розыгрыши провели. Что у нас? Возвращаюсь в чат. И сейчас будем добавлять. Да, Дмитрий? Будем отвечать на вопросы. Сейчас одну секундочку. Дмитрий, вы можете отвечать на вопросы? Кое-какие действия. Да, могу отвечать на вопросы. Давайте. Все отлично. Тогда облака можно частично мастихином делать? Ну, рисковато будет. Я бы не стал этого делать. Не очень рекомендую делать мастихином. Куда можно использовать краску, которая после написания картины осталась на палитре? Делать новую картину, так скажем. Ну, некоторые в холодильник. Да, да. Ну, по-разному на самом деле. Желательно изолировать от воздуха по максимуму. Ну, и холодильник, кстати, многим помогает, действительно. А некоторые берут и прямо холстом по этой палитре размазывают. Получается новая картина. Если нет линера, то чем заменить? Да, можно на самом деле колонком там любым заменить. Вообще не вопрос, как бы. Можно у дочки или у сына срезать что-нибудь? Кто-то говорил даже на самом деле, что делает самостоятельно. Вот как раз таки, да, из тонких волосочков там. Обдирая бедную свою кошку. Хвост у кошки. Лучший линер. Так, есть у вас, Дима, в старых записях картина «Штиль» с умбристым оттенком. Можете ее смонтировать и возродить. Так, в старых-старых записях картина «Штиль». Я поищу, посмотрю. Скорее всего, если… А посмотрите в магазине, может она как раз таки там и лежит. Да, посмотрите, возможно, что именно эта картина есть. Потому что многие старые записи как раз таки сейчас вернули в магазин, и они там находятся. Дмитрий, чем передается прозрачность парусов в данном случае? Ну, как таковой мы не прозрачность показывали парусов. Мы показывали освещенность парусов. Это разные вещи. Паруса ж не полиэтиленовые. Бывают, конечно, но они непрочные, прозрачные паруса. Да, прозрачные паруса. Паруса плотные, они из ткани, соответственно, как бы они свет останавливают. Поэтому мы просто показали свет и тень. А дальше уже выбирали яркость как таковую, насколько их делать яркими. Дима, будьте добры, объясните логику света и теней в облаках. Пожалуйста, мне не совсем понятно, почему тени справа. Ведь солнце как источник света тоже справа. Спасибо. Давайте, вот смотрите, свет двигается, да? Свет идет, идет и подсвечивает снизу. Свет идет сюда, подсвечивает с этой стороны. Правильно? И чем больше будет меняться угол, тем свет будет более горизонтально. Чем вверх, вертикально. Дмитрий, как вы малым количеством кистей пишете? Мне после каждой картины приходится мыть по 12-15 кистей. Это геройский подвиг для вебинара на самом деле. Иногда начинаешь писать и так потихонечку добираешь, 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 добираешь. Вот специально для вас показываю, что можно обходиться и для себя тоже малым количеством кистей. Какие способы оплаты есть еще? Может PayPal есть? PayPal есть, в магазине есть кнопочка сделать быстрый заказ. По-моему, если не ошибаюсь, она так называется. Или, сейчас секунду, я скажу, как называется эта надпись в магазине. Сейчас, сейчас, одну секунду. Я зайду тоже. Допустим, мы нажимаем купить и заходим в корзину. Ялтинский маяк. Ну открываем в любом случае Ялтинский маяк. Под кнопочкой купить есть надпись купить в один клик. Нажимаете купить в один клик. Указываете ваши контактные данные и снизу есть комментарий можно добавить. И пишите в комментарии платежную систему, которой вы хотите оплатить. Мы этот заказ в магазине увидим и, соответственно, вышлем вам предложение по платежной системе, которое вам удобно. То есть, именно через купить в один клик делаете заказ. Да, поясню. Оплаты не будет, а будет именно нам форма письма с тем, что вы хотите приобрести, а мы вышлем вам уже. Да, поясню. Если вы хотите оплатить через PayPal, то сразу же указывайте, чтобы не было удлинения цепочки в вашу почту, которая привязана к PayPal. Мы, соответственно, поймем, сразу же выставляем вам счет на PayPal и вы оплачиваете на PayPal. Дальше вопросы. Чем можно заменить Умбру? Коричневыми, в принципе, но имейте в виду, оттенок всегда будет разниться при работе, поэтому абсолютно однозначной замены, наверное, у этих красок практически нет. Дмитрий, картина получилась ярче по оттенкам, нежели Reference. Вы специально так сделали? Ну, опять-таки, я уже в самом начале говорил, что если сравнивать с картинкой, которая висит здесь, справа, принтер почудил, он вообще отпечатал ее по-другому, чем мы практически все видим на экране. Дорогие друзья, жутко я сегодня. У нас вот прям это, от перезагрузки к перезагрузке, блин. Ну что у нас, Владимир? Так, да, друзья, смотрю на ваши вопросы, и чтобы ничего не упустить, иду по чату. Так, друзья, не вижу пока, что там с аукционом в самом-самом начале чата, поэтому Дмитрий, когда скажет волшебное слово «стоп» аукцион, тогда он и закончится. Не знаю там, какая сумма даже, мы здесь все пытались реанимировать искусственное дыхание, ютубы делали. Скажите, какой размер холста самый выгодный для этой картины? На самом деле, любой соотношением один к полтора. То есть 40 на 60, ну 30 на 40, 50 на 80. То есть по вытянутей немножечко, чем по квадратней. Более вытянутая работа. Так, руки, руки Дим. А, помыл уже? Помыл. 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 Хотя, если внимательно посмотреть, вот в краске, все в краске. Помыл, да, пока тут… Я просто боялся сделать вот так, в тот момент, когда ютуб повис, и, соответственно, запачкаться весь. Так, вижу, вижу аукцион. Аукцион идет. Кто больше? Идет аукцион. Какую картину разыгрываем? Разыгрываем вот эту картину, медовую. Так, Дима, спасибо за прекрасную картину. Я очень надеюсь, что невзирая на все вот эти вот сбои, которые происходили сегодня с трансляцией, вы напишите эту работу. Если что, с видеозаписью мы скорректируемся. Молотком стучать при торгах будем? Ну, я кулаком сейчас буду стучать. Так, Ирина, так, 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 идем дальше. Аукцион пока не закончен. Владимир, что Владимир? Я Владимир. Почему у нас с Польши? Кто с Польши или с Чехии? Не понял. Про дельфинов, наверное, или нет? Не понял. Не понял. А девятый вал когда напишем? А девятый вал у нас... Ах, ждите! Скоро, скоро, скоро. Скоро будет очень крутой мастер-класс, но пока это секрет. Для тех, кто досидел, мы вам приоткрываем чуть-чуть тайну. А вы свою кошку, Дмитрий, когда-нибудь рисовали? Нет. Не рисую кошек. Дельфинов рисовал, кошек не рисовал. Так, все благодарят за... В записи останется вебинар. Навсегда останется в записи. На канале в YouTube будет, Вконтакте добавлю, если что, у себя в видеозаписях. Поэтому заходите, смотрите, пожалуйста. И сразу, касательно моментов, если вы хотите, чтобы это было у вас всегда, и где бы вы ни находились, есть интернет или нет, то можно приобрести в магазине, у вас запись сохраняется навечно. Если в онлайне, то она на YouTube, в свободном доступе, пожалуйста. Спрашивает Сергей Батов, сколько стоит личный онлайн урок у вас, Дмитрий? Абсолютно личный, если подразумевается, ввиду там записать картину для какую-то вполне конкретную, в личку обговорим. Да, напишите в Facebook, Вконтакте или в Instagram и договоритесь. Это зависит от того, что вам конкретно нужно. Сергей Батов, это вам ответ. Так, опять, да, опять висим. Будет бесплатный разбор написанных картин по этому мастер-классу. Будет, друзья, определим дату. Просто сейчас не хотим заглядывать в календарь, чтобы опять что-то не слетело. В рассылке Вконтакте вас оповестим. Перед следующим вебинаром открытым в этот же день будет проходить разбор этого вебинара. То есть, как только увидели дату следующего вебинара, считайте, что в этот же день будет происходить и разбор этих работ. Все, кто у нас в Вконтакте на рассылку подписан, получат, соответственно, ссылку на альбом, куда складывать. И туда. В честь 8 марта, опять-таки, альбом не будем закрывать. Если будет чуть больше сотни, возьмем чуть больше сотни фотографий. Копирую ссылку на интернет-магазин, как можно купить «Алые паруса». Там есть, извините, вертикально можно написать. Эту работу? Да, в принципе, можно. Вопрос, как смотреться будет, будет видно. Нормально, если поджать немножечко. То есть, расстояние тогда нужно между корабликом и солнцем уменьшать. Так, вижу, аукцион идет. Так, так, так. А мы аукцион остановим буквально практически к завершению чата. Собственно, я достиг этого чата, Дмитрий, и если больше вопросов нет, то тогда мы… Закрываем аукцион. Аукцион. Стоп. Так, десять тысяч… Кто там? Мария Максимова. Мария Максимова десять тысяч. Мудит Мартинова. Это или с Латвии, или с Литвы, я постоянно путаю. Десять тысяч раз. Два. Десять тысяч два. Еще есть желающие. Десять тысяч три. Продано. Мудит Мартинова. Десять тысяч. Мы вас поздравляем. Свяжитесь, пожалуйста, со мной, с Владимиром или с Дмитрием, и мы с вами решим, каким образом вы получите эту картину. Хочу поучиться лично, пишет Сергей Батов, он в Лос-Анджелесе. Ого. Ох. Вообще есть уйма вопросов. Да, Сергей, пишите Дмитрию личное сообщение и решим, каким образом мы организуем ваше обучение личное. Молоточком разживитесь. Да, сейчас десять тысяч продадим картину и разживемся. Все, друзья, если нет вопросов, мы закругляемся. Еще раз поздравляем всех женщин с наступающим праздником весны, красоты 8 марта, с самыми наилучшими пожеланиями, с самыми теплыми, с самыми творческими пожеланиями. Пишите картины, развивайтесь, радуйте близких, радуйте себя. Всего вам самого наилучшего. Да, друзья, еще раз я тоже присоединяюсь к поздравлениям. Любите и будьте любимыми. Мы вас очень любим всей нашей дружной компанией и искренне поздравляем с 8 марта. Напоминаем, что в нашем интернет-магазине molbertich.ru до конца 8 марта действует скидка. И если вы хотите, чтобы ваш любимый человек сделал вам подарок, который действительно вам понравится, то уговорите его оплатить мастер-класс на нашем сайте. Что ж, завершаем с праздником. С наилучшими пожеланиями от всех нас, от всей нашей команды еще раз поздравляем с 8 марта. С вами был Дмитрий Роза, школа морского пейзажа. Чатом управлял сегодня Владимир и камерами управлял у нас сегодня его. Всего хорошего, до новых встреч через 2-3, через 2 недели. Раз-два, ну да, через 2 недели. И до свидания. Да, и еще раз, ссылку на запись, все уточняющие моменты в рассылке ВКонтакте мы вам сделаем. Старайтесь подписаться на наш ВКонтакте, да. И там, соответственно, вся информация будет присутствовать. Спасибо всем, что были с нами в этот вечер. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok